Отсутствие горячей воды в жилом доме, как источник некоторых проблем горожан. Собственники квартир в одной из многоэтажек города Черкеска в некомфортных условиях часто болеют. Однако обслуживающие организации и их чаяния, похоже, безразличны. Люди обратились за помощью в региональный народный фронт и редакцию Вестей. Подробности расскажет Артур Мкце. Житель Черкеска Виктор Веременник показывает, какова температура воды, которая поступала на Октябрьскую 346 всего день назад. Явно ниже норматива в 60 градусов. Некоторые собственники квартир в этом доме из-за постоянных перепадов с горячим водоснабжением испытывают дискомфорт. Куда чаще болеют дети. Ведь проблема не нова. Жители неоднократно пытались добиться от управляющей компании и тепловых сетей приемлемой температуры воды. С 2017 года. Вот как это управляющая стала работать здесь. Ничего не делается, понимаете? Как только сообщили, что будет комиссия, все по закону, все как положено, все так и есть. Необходимая температура воды появилась лишь перед приходом межведомственной комиссии в составе регионального народного фронта и жилнадзора. Надолго ли? Потому что, как говорят горожане, они подобное проходили многократно. К сожалению, в общем-то, не исполнены те обязательства, которые на себя были взяты теплосетями и управляющей компанией. Поэтому сегодня у нас выездное заседание. Мы все-таки пытаемся разобраться, кто со своей стороны, каждый из них должен какие шаги предпринять, чтобы вода была горячая постоянно, как это и положено. Размещенные в подвальном помещении приборы подтвердили, что сейчас показатели температуры воды на входе в дом соответствуют нормативам. Но ведь так должно быть не от случая к случаю, а постоянно. Замеры также были сделаны в квартирах жильцов. Около 47 градусов. Это очень мало, что может говорить и о плохой циркуляции воды по многоэтажке. Впрочем, по оценкам общественников и экспертов из жилнадзора, здесь есть недоработки как со стороны управляющей компании, так и у тепловиков. Сейчас прекрасно знает. Космонавтов один. Она снабжает весь этот микрорайон. Котельная работает в режиме в том, в котором рассчитано. И мы отсчитываемся по этому росту технадзора. Стороны пообещали в ближайшее время устранить все недочёты по своим направлениям. Пока шли разбирательства по 346-му дому, рядом пристроились жильцы с соседней многоэтажки с аналогичной проблемой. Так как почти во все строения этого микрорайона горячая вода поступает в здание транзитом через котельную и центральный тепловой пункт, окончательное решение вопроса поможет значительно большему числу горожан. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкисия.